Еду в центр, в Ригу, где я уже надела шапку, потому что на улице уже мороз, минус 5 градусов, правда светит солнце, но все равно такой прохладный ветерок. Без шапки, конечно, уши бы замерзли. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрю я на эти старые электрички и думаю, как хорошо, что в конце года нам уже обещали пустить новые, эти чешские электрички. И первая электричка будет как раз ездить по моему маршруту, так что я вам покажу, как там внутри и все. И, кстати, недавно уже одну электричку тестировали и я ее видела. Зашла в кафе выпить кофе и смотрю вот на такие цветы и кое-что вспомнила. Ну, это, конечно, искусственные, все красивые. Сама бывшего кинотеатра Рига и смотрите, у них уже был недавно юбилей, 100 лет. Циферка 100. Недавно еще тут было 99. Ну, мы с вами там уже не один раз были. Вот хочу рассказать. А сегодня утром я смотрела одного астролога, женщину. Ну, я вообще так не очень смотрю астрологов, но у меня с ней выскочила в рекомендациях и уже прогноз на декабрь. Просто стало интересно, что там у тельцов. Она сказала, что тельцам лучше всего заниматься цветами. Цветами. Ну, или выращивать цветы. Ну, она сказала, хотя бы купите себе домой вазочку цветы. А у меня дома вообще цветов нету никаких. Ни в горшках, ни в вазах. Потому что у меня кошка. Я раньше покупала цветы в горшках, только потом их грызет, потом ее тошнит. Вот, когда мне на день рождения дарят, например, цветы, мне же жалко их выкидывать. Ну, обычно я на камин кладу там подальше от стола. И все равно. Особенно, знаете, так спишь ночью. И среди ночи такой грохот. Кошка залезает на камин и сносит эту вазу. И вся вода на пол, все цветы на полу. В общем, это кошмар. Ну, вот и как мне заниматься цветами. Что мне с ними делать? Она еще сказала, есть такой вариант засушивать их. Засушивать и куда-нибудь складывать. Но как-то засушивать мне не очень хочется. Мне очень нравится этим заниматься. Поэтому даже не знаю, что делать. Хочу вам показать, что у нас в Риге новое появилось. Возле Латвийского национального художественного музея стоит такая инсталляция. Это сбитый самолет. Это часть выставки Артура Виртманиса. С названием, знаете, как называется? Психо-помп. Психо-помп. Выставка, конечно, мрачная. Говорят, депрессивная. Про экологическую катастрофу и так далее. Самое интересное, что было еще написано, что она красивая, эта выставка до невозможности. С одной стороны заманчивая, а с другой стороны как-то не хочется. Депрессию. Все-таки любопытство победило. Я поднялась на пятый этаж в купольную комнату. И там уже слышите такой шум? Что же там происходит? Давайте посмотрим. Такая здесь белая лестница. И такой вид из окна. Может, это мне страшновато. А кто-то выходит. А мы заходим. Ой. Что-то все черное, белое. Так, ну что, пройдемте, посмотрим. Еще бы понять смысл этой выставки. Да, такая мелодия не очень из приятных. Здесь что-то разбросано. Золотое, что-то золотое. Такие большие колонки стоят и всех пугают этим звуком. Да, выставка депрессивно красивая. Какие-то космонавты здесь. Смотрите, экран. Входят. Золотое, что-то... выставка конечно необычная на любителя и пока я нахожусь в художественном музее кстати в комментариях просили несколько раз показать какую-нибудь галерею картин и вот покажу вам несколько картин если кто у меня спросит почему я не сняла шапку в музее потому что если я ее сниму у меня будет некрасивая прическа я не мужчина я думаю что женщинам простительно необычная картина написана ночью даже рамка черная но красиво я конечно же не все картины вам снимаю а так выборочно какие мне понравились но мне не всех художников картины понравились здесь еще много разных залов мне нравится как здесь внутри очень красиво забежала перекуситься в ледом возле верманского парка и вот спустилась вниз такой пустой зал а наверху полно народу даже почти нет свободных столиков многие наверное не знают что здесь тоже зал есть внизу я обычно сюда внизу вкусно пообедала я уже не стала вам показывать что я ела я взяла один голубец салат с редькой с морковкой и кусочек черного хлеба заплатила 4 евро сегодня дома хотела покрасить губы не могу найти свою помаду куда она делась я все обыскала всю квартиру могу найти свою новую помаду пришлось покрасить другой она мне не очень нравится очень не знаю только шелек забываю брать то помада теряется в общем не знаю о чем я только думаю я хочу предупредить кто собирается в беларусь можете поторопиться потому что после нового года уже заканчивается безвизовый режим уже нужно будет открывать визу сказали что продлевать не будут так что кто собирается спите до нового года так а здесь возле памятника свободы что-то происходит какая-то тусовка давайте подойдем поближе посмотрим что там так что же здесь происходит смотрите флаги амбиш раэль хай амбиш раэль хай амбиш раэль хай я так понимаю что здесь люди собрались поддержку израиля ладно пойдемте с вами дальше гулять что-то как-то народу маловато так а что здесь происходит на домской площади у нас уже установили елку когда они успели так быстро и поставили киоски уже потихоньку потихоньку готовится к ярмарке так что скоро у нас здесь будет очень весело и красиво обычно вторую елку нас устанавливают еще на ратушной площади возле дом черноголовых и шары большие интересно там поставили или нет никто не может мимо пройти все хотят с ней сфотографироваться я думаю что вечером она еще красивее светится все таки решила я дойти посмотреть если там елка или нет и здесь поставили елку мне кажется здесь даже она побольше какая-то попышней единственное здесь без елочных игрушек она еще еще не украсили но поставили как-то в этом году мне кажется раньше чем в прошлом году хотя я не помню а может быть и нет пока я там стояла смотрела елку мне уже несколько туристов просили чтоб я их сфотографировала кроссовки и на шнурках янтарь интересно необычно так стоит голая женщина как и не холодно сейчас уже начинает темнеть уже прохладно становится хорошо что я надела шапку у меня голова замерзла по а и спасибо большое кто мне под прошлом видео писал переживал за меня что я поехала когда голову помыла до конца не высушила волосы и поехала не скажешь я больше так не делала что очень переживает спасибо очень приятно было что за меня переживает приехала в межопарк здесь совсем другой воздух чем в центре у свежий воздух по сравнению с центром сегодня что-то столько народу много здесь гуляет мне очень нравится это центральная аллея межопарк я сейчас особенно когда этот белый снег красиво смотрится там впереди музыкант играет вообще настроение супер настроение уже такое предновогодние положила ему денежку а то он там бедный неизвестно сколько часов сидит играет уже наверно замерз весь но зато красиво играет вот почему сегодня так много народу у нас до сих пор еще работает эта световая инсталляция такая елочка красивая вот эти шарики я бы еще с удовольствием сходила по на это мероприятие даже одна но был бы билет немножко подешевле так здорово сейчас наверно когда снег белый еще красивее я когда приезжаю в центр города я еще по старой привычке хочу зайти к сестре в гости она раньше жила в центре а сейчас она уже переехала в другой район она очень удачно продала свою квартиру и купила другую квартиру с большей квадратурой и что мне еще понравилось что у нее раньше были смежные комнаты а сейчас раздельные и санузел разделе но туалет с ванной тоже раздельные она сейчас приехала вот смыгра вис так что я теперь буду к ней здесь в гости вот смыгра вис я уже один раз у нее была праздновали новоселье я приезжала с тортиком с чаем посидели попили я там не снимала потому что ну там требуется небольшой косметический ремонт это все дело наживное так что я за нее очень рада что она так удачно купила квартиру что буду теперь ездить к ней в гости в смыгра вис но мы с вами сегодня погуляли уже стемнело совсем на небе звезды появились какая красота я вам показала немножко что у нас нового появилась в риге так что всех люблю всем пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok